В названии напишу лайфхаки, чтобы хоть как-то просмотры шли. Привет всем, меня зовут Олег Антоненко, и сегодня я бы хотел поделиться с первокурсниками своим опытом. Потому что когда я поступил в институт и ждал 1 сентября, я не знал, к чему мне быть готовым. Передо мной стояла закрытая дверь, и я не знал, что будет, когда я её открою. Я смотрел очень много сериалов, и я никогда не видел, чтобы там рассказывали, что случается со школьниками после их выпуска. Они выпускаются, и всё. И у них жизнь уже прекрасная, всё с ними хорошо. А я не знаю, с чем я могу столкнуться в институте. Какие меня проблемы могут там ждать? Я уверен, что не только у меня была такая проблема, и сейчас с ней сталкиваются очень многие люди. И поэтому я бы хотел открыть вам немного глаза, что вы должны ожидать от института. Во-первых, что сразу я бы хотел подчеркнуть, ничего не меняется. По сути, вы просто теряете стабильность и переходите в новую школу. Но в этой школе все уже разумные, все люди, которые вас окружают, это уже полноценные личности. В институте вы ходите на лекции. Что такое лекции? Потому что я, когда послал в институте, я даже не знал, что это такое. Лекции — это те занятия, на которых вы просто записываете за учителем. Он вам дает какую-то информацию, вы должны впитывать. Это основное, что будет ждать вас в институте. Также у вас будут семинары по пройденному материалу. То есть будут вопросы по тем темам, которые были на лекциях, и вы должны будете на них ответить. В принципе, если подготовиться к семинару, то ничего страшного не будет. Вы ответьте, и всё у вас будет хорошо. Также в конце каждого полугодия вас ожидают экзамены и зачёты. Зачёты бывают разные. Есть дифференцированные, есть недифференцированные. Дифференцированные — там, где вам выставляется какая-то оценка. И недифференцированные, то есть просто зачёт или незачёт. Экзамены вы знаете, что такое, поэтому объяснять не буду. Там, конечно, попка. Но зато, когда вы готовитесь к экзамену, вы выучите вообще всё, что проходили за полугодие. Это очень полезно. Я так один раз выучил всю историю России за неделю. На пятёрку. Потому что вы чувствуете безысходность в конце, и понимаете то, что нет, всё, пора учиться. И в итоге, да, за неделю вы столько всего узнаёте, что у вас голова гудит, вы в депрессии, сидите только дома. Но это того стоит, потому что потом вы можете спокойно отдыхать, уже разлагаться в полную силу. В принципе, институт и колледж — это та же самая школа, только за вами не будут бегать учителя. А ваши однокурсники — это потрясающие люди, которые уже поумнели, повсрослели. И вы уже будете себя чувствовать в том обществе, в котором вы можете существовать вообще, в принципе. Потому что, когда я находился в школе, там был совершенно другой климат. А когда ты приходишь в институт, ты понимаешь уже, насколько все взрослые, насколько все обучены жизнью. У всех свой опыт, свой багаж за спиной. И это безумно классно, потому что ты можешь найти тех людей, с которыми у вас уже будет точно общий интерес. Потому что вы пошли в одно направление. Волноваться насчет коллектива точно не надо, все будет хорошо. И если, допустим, вас убежали в школе, в институте такого точно не будет. Надеюсь. По крайней мере, по моему опту, даже если есть какое-то слабое звено, нет вот такой, знаете, давли. Не будет такого, как в школе наверняка. Никто возгнобить не собирается. У них и своих проблем навалом. Работа, у кого-то семья, какие-то проблемы личные. Единственное, что я могу вам сказать, то что первое время вам будет тяжко. Потому что на вас навалится очень много всего. Вам нужно будет везде успевать, впитывать в себя всю информацию. Стресса будет очень много. Теперь я бы хотел дать небольшие советики первокурсникам, потому что, мне кажется, они вам пригодятся. Заранее для справки, чтобы сопоставлять меня и вас, я расскажу, в каких я условиях нахожусь. Путь до института занимает полтора часа. Я живу дома, с родителями, не в общашке. Это тоже очень важно. И первое, на что я хотел бы обратить внимание, это наши деньги. Потому что я в первые месяца учебы потратил так много денег, как я не тратил еще никогда. Потому что в первые месяца вы будете их просто вот так транжирить. Я хочу оградить вас от этого и помочь вам сэкономить ваши же деньги. Я надеюсь, мои советы будут вам полезны, поэтому давайте приступим. Первый мой совет. Носите с собой либо термос, либо водичку. Потому что пить хочется всегда, а тратить каждый день деньги на бутылку воды, это вообще не вариант. Небольшая предыстория. В институте чай стоит 40 рублей, кипяток бесплатный и стаканчик стоит 2 рубля. И представляете, если вы будете с собой носить чайные пакетики, вы будете экономить каждый день по 38 рублей. Следующее. Всегда берите с собой еду, хотя бы чуть-чуть, там наверняка будет где-то закрыть. Потому что вы даже не представляете, сколько вы денег потратите в день на еду. Вы будете либо питаться в супермаркетах, либо в столовой, либо в кафешках. В любом случае, везде очень затратно выходит. И везде будет неправильная пища наверняка. Если из дома вы возьмете что-то съестное, возможно даже полезное, то в супермаркетах вы точно ничего полезного не найдете. Если только яблочко не купите. Потому что в супермаркетах в основном покупают шоколадки, хлебобулочные изделия, в общем, все вредное. Это вообще никакой пользы не принесет, это не будет даже питательно. Денег потратите много и бессмысленно это все будет. Вы только себе желудок испортите, будете толстеть. Если вы пойдете в кафе, вы все равно потратите много денег. Если вы пойдете в столовую, тоже потратите немалые деньги. И поэтому вариант, мне кажется, самый оптимальный, если пройти с собой еду. Вам будет намного полезнее и приятнее для вашего кошелька. И следующее. Особенно если вы из Москвы, обязательно отформите себе социальную карточку. Потому что вы даже не представляете, сколько денег я тратил на проезд. В день мне приходилось тратить по 300 рублей. Когда я оформил социальную карточку, мне надо было просто класть на нее по 230 рублей в месяц. Представляете, это вообще небо и земля. А я еще и тянул с этой социальной карточкой. И из-за этого я так много денег потратил. Это просто вообще отвратительно. Я постоянно питался, где попало, жирнел от этого. И вообще, в принципе, стресса так много было. Все тратился, тратился, тратился. И так мне жалко карманы моих родителей. Потому что сам я не срабатываю еще деньги. Так что представьте себе все это и давайте экономить. Также я еще делал небольшие заметки, что вообще желательно брать в собой институт. В начале года носите в собой много пустых тетрадок. Они вам обязательно пригодятся. Смотрите погоду заранее. Особенно если вы, как я, далеко находитесь от института. Потому что утром вы можете уехать в институт всего лишь в одной кофте. А когда вы будете возвращаться домой, будет уже ливень, гроза, снег, чего угодно. А еще я бы посоветовал вам с собой носить жвачку. Не знаю, это, наверное, только у меня так было. Но, тем не менее, я очень боялся, что у меня будет пасти изо рта при знакомстве. И это все испортит. Я думал, блин, вот я с ней сейчас разговариваю или с ним. И он нюхает, что у меня изо рта что-то там плохое идет. И поэтому я постоянно спасал жвачкой. Я боялся общаться с человеком в тот день, когда у меня не было жвачки. Это, наверное, супер странно. И я чищу зубы каждый день. И утром, и вечером. Но, тем не менее, мне было очень поздно. Это, наверное, связано с тем, что одна девочка мне сказала, «Ой, у тебя изо рта так пахнет?» И я такой, «Что?» И теперь всегда, когда я иду гулять с этой девочкой, я пользуюсь сожжителем для рта. Чищу зубы перед тем, как с ней пойти гулять. Жвачки еще понапихаю себе в рот, чтобы точно все было хорошо. Ужасно! Представляете, она мне создала комплексы. Ну, а на этом все. Надеюсь, что это видео было для вас хоть немного полезно. И вы узнали что-то новое для себя. Или что-то для себя пресекли. И подумали, «Да, именно так я и сделаю». Относитесь к людям так же, как хотите, чтобы относились к вам. Всех люблю. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok